Начнем с того, что Япония уже давно имела виды на Леодунский полуостров. В ходе Японо-Китайской войны 1894-1895 годов она одержала победу и, по Симонсекскому договору, получила свой лакомый кусочек. Обладание Леодунским полуостровом предоставляло возможность для дальнейшего наступления в Китай и на материковую Азию. Данное обстоятельство сильно озадачило европейские державы, которые никак не хотели видеть в данном регионе нового игрока. Поэтому вследствие протеста России, Германии и Франции японцы были вынуждены его оставить, получив замен остров Формозу. Последние были страшно оскорблены вмешательством России. Следующим ударом по национальному сознанию страны восходящего солнца был нанесен после того, как в декабре 1897 года русские суда появились на внешнем рейде китайского города Люишунь. Для того, чтобы уже в марте 1898 года подписать русско-китайскую конвенцию, по которому южная часть Леуденского полуострова была передана Российской империи в аренду на 25 лет. Ясное дело, что жители островов не смирились с таким унижением и стали готовиться к войне. Было бы наивно полагать, что царское правительство не понимало грядущей опасности. Для защиты своих интересов на Дальнем Востоке, Петербург в 1901 году стал возводить военно-морскую крепость по проекту полковника Величко рядом с небольшим селением Люишунь, получившим название Порт-Артур. Именно там разместились главные силы русского Тихоокеанского флота. Надо понимать, что силы и финансы, которые предоставлял император Николай II, были недостаточными в сравнении того, сколько тратил император Мэйдзи на предстоящее вторжение. Такая разница во вложениях объясняется отдаленностью и второстепенностью Дальневосточного региона для России, соответственно, близостью и важностью для Японии. Миткевич и Дубенский с тематическим описанием осады и обороны Порт-Артура дают такую оценку. Порт-Артурская бухта была недостаточно глубока и обширна для стоянки, имевшейся тогда у нас Тихоокеанской эскадры, а главное, соединяясь с морем весьма узким и извилистым проходом, легко могла быть заперта неприятельским флотом. К этому надо добавить, что Порт-Артур, обращенный нами в базу для флота, мы не имели достаточного размера доков, эллингов и мастерских для починки больших эскадронных броненосцев. Однако, невзирая на описанные недостатки Порт-Артура, стратегическое значение его столь важно, что сосредоточивание в нем главных сил нашего Тихоокеанского флота представляется вполне правильным. Только благодаря угрозе нашего флота из Порт-Артура японцы не решились произвести высадку прямо в Энкоу, что представило бы для них огромную выгоду и ускорило бы операции против Ляаяна. Здесь можно сделать вывод, что морская база имеет очень важное стратегическое значение на море, потому что она ставит под угрозу любые передвижения приятельского флота в Желтом море. Но ее стратегическое значение в сухопутном отношении очень низкое, так как крепость значительно удалена от основных русских сил Маньчжурии. Тогда возникает логический вопрос, зачем был нужен Порт-Артур в качестве сухопутной крепости. Ее специально построили для того, чтобы защищать Южно-Маньчжурскую весть, как часть китайской восточной железнодороги, которая проходила по линии Харбин-Порт-Артур. Эта железнодорожная магистраль усиливала российское присутствие в Северной Китае, восстанавливая железнодорожные сообщения между Маньчжурией, Квантуном и Ляудуном. Вот почему Порт-Артур был так необходим России. Ну а теперь давайте перейдем к самому Ляудунскому полуострову, где находились царские войска. Он начинается берегами Желтого моря и заканчивается более глубоким Квантунским полуостровом, который имеет общий перешейк в ширину 2-3 километра. На этом небольшом скалистом и утесистом месте располагаются две незамерзающие бухты – Порт-Артур и Дальний. Первый был превращен в сухопутную крепость и военно-морскую базу, а второй – коммерческий порт для гражданских судов. Участник обороны Порт-Артура, военный инженер Алексей Владимирович Шварц в своем труде дает очень интересное описание местности. Больших лесов в Кантонской области не имеется. Встречаются только на горах небольшие заросли сосны и дуба, а в речных долинах – ивника и тополя. Лугов тоже нет, так как все годные для обработки клочки возделываются под пашню. Лишь склоны гор были покрыты низкорослой травой и могли служить пастбищами для скота. Почва Ляо-Дуна в общем бесплодна, и только трудолюбие и неприхотливость китайцев еще давали местному населению возможность добывать необходимые средства для своего пропитания. Вот на такой территории русские фортификаторы создавали будущую крепость, которая со всех сторон была окружена горами. На севере долины реки Лунхэ делит предстоящее поле боя на два фронта. Восточный участок стоит из горного хребта двойного дракона. В ее состав входит гора Большое Орлиное Гнездо. В состав же западного участка входит гора Высокая. К ним еще нужно добавить несколько временных и полевых редутов и траншей, которые соорудили военные инженеры. Именно на них расположилась первая внешняя линия обороны русских войск, которая стояла из двух батарей в составе 51 орудия. А на юге полуострова располагается морская гавань. Русская военно-морская база в ночь на 27 января 1904 года без объявлений войны была атакована японским флотом под командой адмирала Тога в составе 6 бреносцев, 9 крейсеров и 10 миноносцев. Их целью было уничтожение кораблей российской 1-й Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала Старка, 7 броненосцев и 10 крейсеров. После ночной атаки были повреждены и надолго вышли из строя два лучших российских броненосца – Цесаревич Иродзиван, а также крейсер Паллада. Это нападение положило начало русско-японской войне, которое проходило с 1904 по 1905 года. Утром японцы начали новый обстрел, в ходе которого были повреждены еще один броненосец и 4 крейсера. Но попав под огонь береговых батарей, японские корабли были вынуждены отойти. Русский флот после этой атаки не решился выйти в открытое море и действовал лишь под прикрытием своих батарей. В продолжении трех следующих месяцев японский флот расставлял мины вдоль морского побережья и ограждал выход в море русским судам. Иногда проводил редкие бомбардировки крепостей с моря. Таким образом, за короткий срок, Япония захватила господство на море, нанеся серьезные потери русскому флоту. И начала проведение десантной операции на материке. 18 апреля 1904 года в китайском населенном пункте Тюринчень у границы Кореи произошло сражение между русским восточным отрядом под командованием генерала Засулища 19 тысяч человек и 1-й японской армией под командованием генерала Куроки 35 тысяч человек, после которого японцы отбросили русские части на север, а сами начали осуществлять беспрепятственную высоту на восточное побережье Ляудунского полуострова. К середине июля японские силы заняли узкий перешей между Квантуном и Ляудуном. Тем самым они отрезали порт Артур от основных сил русской армии и превратили ее в со всех сторон осажденный остров. Таким образом, все значение обороны порта Артура очень быстро свелось к минимуму. Русским солдатам и матросам оставалось только защищать с сухого пути военно-морскую базу и стоянки Тихоокеанской эскадры. Гарнизон Кантонского укрепленного района и крепости Порт-Артур состоял из 4-й и 7-й восточно-сибирских стрелковых дивизий под командованием генерала Фока и Кондратенко. К ним нужно добавить 3 запасных батальона и несколько отдельных рот и команд. Всего личный состав к началу осадок крепости состоял из 41 780 нижних чинов и 665 офицеров. Для них было приготовлено муки и зерна на 242 дня, крупы и рису на 410 дней, чаю на 596 дней, сухарей на 62 дня, сухих овощей и соли на 31 день, а вот запас свежего мяса и рогатого скота был самым ничтожным. Его хватало на 18 дней осады. Общее командование сухопутной обороны возглавил Роман Сидорович Кадратенко. Ему в этом нелегком деле помогали начальник сего укрепленного Квантунского района Стессель и комендант крепости Смирнов. С самого начала обороны оба генерала своими подчиненными в связи с неясным положением коменданта разделились на два лагеря и мешали друг другу заниматься военными задачами. Главной сухопутной обороны Порт-Артура стоял из шести батарей, насчитывающие 400 орудий разных калибров и 62 пулемета. К ним еще нужно добавить около двух орудий, которые позднее были сняты с военно-морского флота. К большому сожалению, в крепости не было беспроводного телеграфа, голубиной почты и воздушного шара, что затрудняло общение с внешним миром. Поэтому этого было недостаточно для того, чтобы быть готовым к отражению атаки неприятеля. Для взятия Порт-Артура японское командование выделило третью армию генерала Ноги, в составе которого находились 1-я и 11-я дивизии. В общей сложности около 60 тысяч человек и 252 орудия. В ночь на 13 июня японские силы перешли наступление и, отяснив русские части, овладели горами Хуинсан и Уаецелаза, после чего наступило некоторое затишье, если не считать небольшие перестрелки. Это дало время для работы по укреплению наших позиций. Российское государство, как всегда, решило сэкономить деньги и построило линию обороны только до Волчьей горы, которая была самой важной тактической позицией на полуострове. Именно на нее было направлено новое наступление японцев, которое началось 13 июля. Без особого труда, овладев ею, японцы уже с первых дней получили возможность контролировать поле боя и бомбить по крепости и гавани. Таким образом, к вечеру 17 июля японцы закончили обложение крепости. 28 июля русская эскадра вышла в море с целью прорваться в Владивосток, но, встретившись в море с японскими кораблями, вступила с ними в Шангутское морское сражение, после которого она возвратилась обратно в Порт-Артур. 3 августа генерал Ноги выслал парламентера генералу Стесселю с предложением сдать крепость и пропустить женщин, детей, а также городских жителей, на что был собран военный совет, который ответил отказом. 6 августа начался первый штурм крепости. Он проводился в основном ночью. Для отражения ночного штурма русская армия впервые применила прожектора, а ракеты помогали осажденным выискивать и уничтожать атакующих точным огнем. После 5 дней яростных боев в ночь на 11 августа японцы прорвались в глубины русской обороны, но были отброшены решительной контратакой пехоты и моряков. Первый штурм, длившийся 6 дней, окончился для японцев полной неудачей. Они захватили всего лишь 3 небольших редута, при этом потеряв 20 тысяч человек. Урон русских составлял 6 тысяч человек. Не сумев взять Порт-Артур сразу, Ноги приступил к планомерной осаде. Лишь спустя месяц, получив подкрепление и проведя серьезные инженерно-саперные работы, японские войска 6 сентября пошли на второй штурм крепости. Им удалось за 3 дня боев овладеть двумя редутами – водопроводный и Куропатинский на Восточном фронте, а также захватить гору Длинную. Но попытки японцев захватить ключевой объект обороны русских, господствующую над городом Гору Высокое, разбились о стойкость ее защитников. За 4 дня штурма японцы потеряли 7,5 тысяч человек, а русские – 1,5 тысячи человек. Большую помощь в обороне оказывали стоящие на внутреннем рейде корабли Тихоокеанские эскадры, которые поддерживали оборонявшихся огнем. Часть корабельной артиллерии была передана непосредственно на сухопутные позиции. Это заставило японцев прекратить штурм и перейти к работе по постепенной атаке Высокой горы и к дальнейшему развитию подствов укреплением Восточного фронта. В 18 сентября японцы начали обстрел крепости 11-дюймовыми орудиями. Их снаряды разрушали укрепление, не рассчитанное на такой калибр. Но защитники Порт-Артура, сражаясь на разваливах, отбили и третий штурм, который проходил с 17 по 18 октября, во время которого полегло 12 тысяч японцев. Удачное отбитие штурма вновь подняло дух гарнизона, уже давно терпевшего сильные лишения. Постоянные строительные работы и начавшиеся болезни изнуряли гарнизон. Антисанитарное состояние китайских селений и общее загрязнение почвы сказали здесь сильными эпидемиями поноса и брюшного тифа. Начиная с сентября защитники питались кониной только два раза в неделю, а хлеб и суп на плохом масле были единственной пищей. Также о себе давал знать местный климат. Постепенно летние жара и влажный воздух сменились на дожди, а начиная с ноября месяца пришли холода. Поэтому защитникам Порта Артура стоит отдать честь за их мужество и стойкость. К ноябрю численность армии Ноги достигла 100 тысяч человек. Получив известие о том, что к Порт Артура отправляется с Балтики 2-я Тихоокеанская эскадра, японское командование усилило натиск. Основная борьба в ноябре развернулась за гору Высокую, а также за форты на Восточном фронте. С 13 по 22 ноября проходил четвертый штурм. На эти ключевые объекты обороны Ноги направил свои основные атаки. Потери русских войск на горе Высокой дошли до 5000 человек, и выяснилось, что дальнейшие посылки подкреплений на эту позицию принесут в ущерб обороне всего фронта. Поэтому посылку резервов прекратили. Японцы, потеряв 11 тысяч человек, все же овладели горой. Установив на Высокой дальнобойную артиллерию, японцы начали обстрел города и порта. С этого момента участь флота, да и крепости была окончательно решена. Под японским огнем погибли остатки, стоящие на рейде 1-й Тихоокеанской эскадры. Но и японцы за время морской блокады потеряли 15 судов различных классов, в том числе два подорвавшихся на минах эскадронных броненосца. Чтобы проверить положение форта, 2 декабря генерал Кадратенко лично обошел форт и вошел в офицерский каземат. Вскоре японцы начали обстреливать его 11-дюймовыми снарядами. Один из этих снарядов и убил командующего, который был душой, умом и сердцем крепости. Известие об этой трагедии отрицательно повлияло на боевой дух солдат. Японцы, получавшие все новые и новые подкрепления, не снижали темпа натиска на вторую оборонительную линию Восточного фронта. К вечеру, 19 декабря, после ожесточенных боев, солдатам ноги удалось захватить Китайскую стену и гору Орлиное гнездо. Сощитники крепости отступили на третью, последнюю линию обороны, на которой было практически невозможно защищаться, потому что с новой вершины японцы хорошо обстреливали ее. Несмотря на то, что положение гарнизона крепости было ужасным, солдаты все же проявляли храбрость для продолжения обороны. Но генерал Фог, заменивший убитого Кондратенко, посчитал, что дальнейшее упорство будет стоить всем жизни, да и скорой помощи дать было неоткуда. Поэтому он начал подготовку по капитуляции крепости. В этом решении его поддержал начальник всего укрепленного Квантунского района Стессель. На тот момент гарнизон насчитывал 32,5 тысяч человек. Из них только 12,5 могли держать оружие и еще около 2000 моряков, которые были сняты с погибших кораблей. 19 декабря 1905 года генерал Стессель приказал составить предложение о мире на английском языке и отправил командующему осадной армии генералу Ноги. В полдень 20 декабря уполномоченные с обеих сторон встретились в деревне Шуйшуи для ведения переговоров. Полковник русской армии Рейс попросил выпустить гарнизон с оружием в руках, на что начальник штаба японской армии генерал Идите ответил категорическим отказом. Тогда полковник Рейс в 7 часов вечера согласился к капитуляции и уже ночью крепость постепенно начала переходить в руки японцев, а русские войска были объявлены военнопленными. В день сдачи в Порт-Артура погода стояла теплая. Военный инженер Ливье в своем дневнике оставил такие строки. Вечером пришлось вернуться для ночлега назад в город. Японцы хозяйничали, распоряжаясь в нашем Артуре замечательным умением, но держали себя вполне корректно. По сегодняшний день не утихают споры вокруг русско-японской войны в 1904-1905 годах, потому что по-разному оцениваются многие события. Да и вообще люди мало знают о самой войне, хотя написано о ней достаточно много трудов. Одним из таких спорных событий является капитуляция крепости Порт-Артур, которую с 17 июля по 20 декабря 1904 года героически защищали русские войска. Крепость выдержала 4 штурма и пала на 329-й день после начала войны. Русский военный историк Керсоновский пишет. Крепость 9 месяцев задерживала 3-ю японскую армию и отвлекла на себя в общей сложности 170 тысяч неприятелей, около трети всех сухопутных сил Японии. Урон армии Ноги за всю осаду составил 110 тысяч человек, из коих 85 тысяч в боях и на штурмах. Таким образом, гарнизон отвлек на себя силы в четверо больше и причинил им кровавые потери, вдвое превышавшие его численность. Иными словами, каждый порт-артурец сразился с 4 японцами и 2 из них убил. Оценивая в целом 10 сторон под порт Артуром, приходится признать, что русские не имели согласованных и осмысленных действий, а японцы проявили в организации штурма крепости прямолинейность и расточительность. Сразу же после капитуляции крепости в адрес генерала Стеселя был направлен шквал обвинений в трусости и предательстве. Например, что он бездарно руководил обороной. После возвращения на родину его уволили из армии, а следственная комиссия после осмотрения дела приговорила его к смертной казни. Но в последующем, при вмешательстве императора Николая II, он был амнистирован. Однако, это не помешало дальнейшую критику в адрес бывшего генерала. Со стратегической точки зрения многие утверждают, что преждевременная сдача крепости позволила перебросить в Маньчжурию третью армию Ноги, что способствовало их победе под Мукденом. С падением порта Артура Россия лишилась военно-морской базы, а посланная ей помощь эскадра адмирала Рождественского теряла место базирования в Желтом море и попала в Цусимскую катастрофу. С другой стороны, нужно понимать, что порт Артур изначально был обречен на гибель. Генерал Ноги просто не понимал, почему гарнизон не сдается. Только благодаря мужеству и героизму русских солдат крепость простояла так долго. Подтверждение этого советский военный теоретик Свечин пишет. Успех обороны порта Артура, вызванный рядом случайных причин, позволил сохранить иллюзию возможности длительного сопротивления крепости, изолированной от полевых армий. После гибели русского флота стратегическое значение крепости падало до нуля. Японцы вовсе не были обязаны держать вокруг нее целую армию. Поэтому с военной точки зрения и с позиций гуманизма, русское командование, подписав капитуляцию, спасло оставшийся в живых личный состав. Дальнейшее бессмысленное сопротивление привело бы только к увеличению потерь в убитых и раненых. Для России падение порта Артура означало потерю выхода в незамерзающее Желтое море, ухудшение стратегической ситуации в Маньчжурии и существенное обострение внутриполитической обстановки в стране. Огромен был и моральный урон от потери порта Артура, который считался символом российской мощи на Дальнем Востоке. Потеряв символ своего могущества, Россия надолго утратила престиж в данном регионе. Продолжение следует... Продолжение следует...